Здравствуйте! С вами Марина Романюк, ведущая программы «Неделя города». В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем вам о том, чем запомнились первые дни марта. Смотрите в выпуске. Ближе друг к другу Павел Молков через телемост пообщался с рязанскими бойцами в зоне СВО. Четкие правила, как грамотно записаться к врачу через портал госуслуг. Девять ликов истории. В историко-архитектурном музее-заповеднике решили увековечить память легендарных земляков. Губернатор Павел Молков принял участие в первом телемосте, который организовали для мобилизованных военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их родственников. Такой формат общения для Рязанской области был проведен впервые. Телемост Рязань СВО для области, можно сказать, единственный в своем роде. Увидеть своих близких рязанцы смогли при содействии Минобороны России. Губернатор Павел Молков, открывая видео встречи, обратился к военнослужащим со словами поддержки. Уважаемые военнослужащие, мы все очень гордимся тем, что вы делаете, ваше мурство, тем, что вы защищаете интересы нашей страны сейчас там. И могу сказать, мы совсем коротко успели поговорить, после встречи еще останемся, некоторые вопросы поговорим. Но, конечно, вашими близкими тоже можно в этой ситуации гордиться. Ой, как приятно смотреть на вас, вы улыбаетесь. Самое главное, что все здоровы. Эти простые и добрые слова бойцы ждали. Во время общения с родными они выразили благодарность за постоянное внимание и поддержку, которую они получают от региона, за возможность через видеосвязь быть ближе к родным. А это для них сегодня очень важно. Представители командования поблагодарили родителей за то, что они воспитали верных защитников Отечества. Темы, которые Павел Молков обсуждал с семьями военнослужащих, касались порядка начисления выплат, условий прохождения службы, а также предоставления, согласно поручению президента, регулярного 14-дневного отпуска. Понятно, что взять и сразу половину отправить в отпуск – это невозможно. Поэтому дальше решает командир, в какой последовательности бойцы идут в отпуск. Но не более 10% от численного состава подразделения. Поэтому это просто займет какое-то время. Мы, с своей стороны, что требуется, сейчас делаем. Например, транспорт уже организован для того, чтобы их возить напрямую, или если они едут в другой регион, из этого региона к нам разом завести. Поручения все же даны, автобусы ищут, и они будут раз в неделю курсировать. То есть уже есть понимание, как. Просто не могу сказать, что уже с этой недели, со следующей, через неделю, где-то совсем скоро они начнут ходить. Такие телемосты для военнослужащих из зоны СВО и членов их семей по договоренности между правительством региона и Минобороны будут проходить регулярно. Это Павел Молков подчеркнул особо. Практика информирования и разъяснения регионального Минздрава выходит на новый уровень. Теперь в рязанских медучреждениях, как правильно записаться на прием через госуслуги, рассказывают пациентам лично. Порядок оставления заявки в электронной очереди пошагово разложили по полочкам. Подтвердим данные еще разочек. И на данном пункте иногда бывает, что возникает ошибка, связанная с тем, что запись в регионе недоступна. Обращаем внимание, что это техническая ошибка, которая иногда, к сожалению, бывает. Из-за таких вот ошибок оформление заявки на портале госуслуг за один только февраль к врачу не попало почти 150 человек. В процентах от 7 тысяч записей это, конечно, немного. Примерно два. Но осадочек, как говорится, остался. В системе, как и таковые, находятся четыре блока талона. Те, которые выкладываются в интернет в свободный доступ. Те, которые выкладываются в инфомат, они тоже через интернет, но в инфомат. Потому что у кого-то нет компьютера, они придут в инфомат. Те, которые были на регистратуре. Потому что, кстати, многие, в принципе, любят из пациентов пользоваться электронными регистратурами, особенно если вы присылаете своих бабушек и дедушек. Четвертый блок у врача для повторной записи. Всего, говорит Светлана Якимушкина, в сеть поступает около 9 тысяч талонов. 80% идет на сайт госуслуг. Остальные равномерно распределяются между оставшимися блоками. Не удается записаться через госуслуги на прием к врачу, кому обращаться. С момента внедрения медицинской миссы, красивое название, но фактически это медицинская информационная система. С момента внедрения медицинской информационной системы во всех медицинских организациях Рязанской области, введена такая должность, как ответственная за внедрение в мисс. Это системные администраторы, которые курируют этот раздел работы. Поэтому, если проблемы технического плана, то можно обратиться к ним, говорит Светлана Якимушкина. Телефоны есть на сайте каждого медучреждения. А вот если проблема не техническая, то разбираться нужно тщательнее. Например, понять, прикреплен ли ребенок к поликлинике, верно ли введены данные и так далее. Всегда можно обратиться в поликлинику, говорят медики. В целом, на все вопросы ответ один. В поликлинике есть специалист, который может ответить на все вопросы. Проблема только в том, что обращаются в медучреждения зачастую при большой необходимости, когда нет времени общаться со специалистами-техниками. Шанс, конечно, что не повезет при записи, есть. Где-то 2%. А такие вот встречи с пациентами должны цифру эту снизить. Как минимум, еще вдвое. Девять веков. Об историко-культурном проекте с таким названием рассказали журналистам 10 марта, специалисты Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Девять веков, девять личностей, связанных с богатым историческим, культурным и научным наследием Рязанского края. Евпатий Коловрат, легендарный герой повести о разорении Рязани Батыем, доблестный рязанец, отомстивший монголо-татарам за разорение родной земли. В его честь в этом году пройдет турнир по историческому фехтованию. В память о писательнице Надежде Хвощинской состоится конкурс литературных сочинений. Премия среди молодых исследователей-историков будет посвящена Степану Яхантову, историку, краеведу и архивисту, основоположнику музейного дела в Рязани. Кроме того, пройдут мероприятия под именами археолога Городцова, историка Дмитрия Солодовникова, композитора Александра Александрова. В список из девяти значимых личностей попали также этнограф Наталья Лебедева, актер Эраст Гарин и искусствовед Георгий Вагнер. Мы храним память об этих людях и легендах. И мы хотим, чтобы память об этих людях продолжалась и дальше, и как можно больше людей знали об этих личностях. Итак, запуск всех мероприятий в марте, то есть прямо сейчас конкурсы проводятся Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником в партнерстве с Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества, музыкальным колледжем, художественным училищем, областной универсальной научной библиотекой имени Горького, Рязанским государственным театром юного зрителя. Данный проект «Девять веков» безусловно также очень значим для нашего региона. Он объединит наше культурное пространство, позволит поднять новые пласты истории. И Министерство культуры традиционно занимается продвижением памятных юбилейных дат учреждений выдающихся земляков. 13 октября 2023 года состоится церемония открытия и презентация проектов победителей научно-исследовательских конкурсов проекта «Девять веков». 14 октября состоится награждение победителей. Снежный циклон на этой неделе буквально взбудоражил общественность Рязани. В самом ее начале случился настоящий автомобильный коллапс на северной окружной дороге. Судя по тем кадрам, что у нас есть, столкнулись сразу с десяток машин. И это, разумеется, сразу привело к десятибальным пробкам. Впрочем, аварии случались не только в самом городе. Утренний день жестянщика начался в Рязани на северной окружной. Здесь одновременно столкнулись сразу несколько машин. Судя по всему, тех, кто столкнулся первыми, остальные, что называется, догнали. Предварительно речь может идти о 10-12 пострадавших авто. И это сразу привело к мощному затору по направлению к торговому центру «Глобус». Да и по всему городу из-за сильного снегопада и гололедицы транспорт встал в километровых пробках. На остановках не могли дождаться автобусов десятки горожан. Заблокированными оказались дороги практически во всех районах Рязани. На Московском шоссе и Приокском путепроводе, на улицах Черновицкой и Циолковского. Впрочем, неожиданности на трассах поджидали автомобилистов и в районах. Сегодня, примерно в 8 часов утра, в Рязанском районе, на 512-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», произошло столкновение четырех автомобилей – «Хёндай», «Форд», «Джили» и «Рено». В результате происшествия двое пассажиров автомобиля «Форд» в возрасте 14 и 6 лет получили травмы. Страдавшим оказана медицинская помощь. Этот день оказался богат на столкновение. Примерно три легковушки сошлись и возле поворота на Окскую жемчужину. Водитель и пассажиры получили травмы. Во избежание похожих случаев инспекторы ГИБДД обратились к водителям. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение дистанции скоростного режима, а также рекомендует учитывать дорожные метеорологические условия во время движения. Судя по всему, именно ночной снегопад стал этаким фактором неожиданности для рязанских водителей. Понятно, что обработать нужные места реагентам по всему городу коммунальные службы просто не успели. К концу недели марта окончательно разгулялся. Обильный снегопад снова заставил автомобилистов быть осторожнее, а значит и медленнее. Город снова, что называется, встал. Утром 10 марта в Рязани образовались десятибальные пробки. На дорогах города произошли сразу несколько дорожно-транспортных происшествий, которые усугубили заторы. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт на момент времени 8.50. По словам водителей, транспортный коллапс вызван снегопадом. Самые сильные заторы наблюдались по улицам Московское шоссе, Коширина, Маяковского, Циолковского, Новая, Веденская, Ленина, Фирсова, Горького, Есенина, Садовая, Татарская, Дзержинского, Типаново, Черновицкой, Щерса, Новоселов, Зубковый, Большая улица, Высоковольтная, Бирюзово-Пирогово-Трудовая. Основные заторы наблюдались в центре города. Пробки из-за ДТП на Куйбышевском шоссе, улице Спортивной и проезде Шабулина. Нельзя было проехать и по окружной дороге, Ряжскому, Солодчинскому и Касимовскому шоссе. Пешком быстрее, советовал горожанам сервис Яндекс. Международный женский день, 8 марта, в Рязани встретили самым необычным образом. Женщин поздравляли участники СВО. Им дарили цветы прямо на улице, да и они сами оказались не промах. Но вначале, в официальной части, под мелодичные ритмы легкого джаза. На сцене Рязанской филармонии представительниц прекрасного пола поздравил губернатор Павел Молков. Филармония встречает женщин цветами, улыбками и, конечно, музыкой. В этом джазе сегодня только девушки. В зрительном зале исключительно представительницы прекрасного пола. Международный женский день – возможность в очередной раз выразить восхищение женщинам, их красоте, мудрости и душевной щедрости. Об этом говорил со сцены губернатор Павел Молков. Сегодня представительницы прекрасного пола трудятся во всех отраслях. Учат, лечат, творят, руководят, занимаются общественной деятельностью, бизнесом, спортом. Вообще абсолютно всем. И все это делают просто на отлично. Рязанская земля, конечно, подарила этому миру много невероятных женщин. Очень здорово. А еще сегодня нас кто-то ждет мужа, сына или друга, который защищает нашу Родину. И, как правило, не просто даже ждет, а помогает всем, чем может. Помогает словом и делом. Каждый – благодарность, низкий поток. Медаль за спасение погибавших в этот день получили медицинская сестра, анестезист медицинской роты 137-го парашютно-десантного полка Наталья Долгова и фельдшер того же полка Тамара Обидина. За высокие достижения и многолетнюю работу отличившимся рязанкам были вручены почетные знаки за заслуги перед Рязанской областью, памятные знаки за наивысшие достижения и благодарность от земли рязанской. А дальше был концерт, музыкальные презенты которого, кстати, со сцены звучали только в мужском исполнении. Ну а накануне, 8 марта, сотрудники полиции вручали девушкам цветы прямо на улице. По доброй традиции. Причем дарили милым дамам тюльпаны не только в городе, но и в регионе. Поздравляю с 8 марта. Спасибо большое. Для участковой Татьяны Букановой это утро началось не с заявления граждан, а с поздравлений от коллег. Цветы, приятные слова, хорошее настроение, в общем, обеспечено на весь день. Но все же работа есть работа. С лицами, состоящих на профилактическом учете, надзорными лицами, которые ранее отбывали срок наказания в справительных колониях. Также можно иногда сталкиваться с лицами недостившего возраста в 17 лет, подростками. Татьяна Буканова уже давно определилась, что хочет работать в полиции. Единственный вопрос, с кем именно. Три года назад пришла на должность участкового. И спустя короткий промежуток времени сразу поняла, что это ее. Общение с гражданами, помощь людям. Под присмотром Букановой участок сразу из нескольких улиц. Чкалова, Завражного, профессора Никулина, Магэс. Плюс участие в рейдах по охране общественного порядка. Но что здесь, что по своей специальности ей помогают коллеги. Были сложности, но у нас такой коллектив, к которому можно подойти, тебе помогут. Они всегда рады помочь, поддерживают, помогают. За любовью, поддержкой, помощью к ним обращаюсь. В преддверии 8 марта сотрудники полиции сначала поздравляют женщин-коллег. А потом дарить настроение идут на улицы города. Акция в преддверии 8 марта традиционная. Сотрудники полиции, участковые, обходят свой район. Здесь цель уже скорее профилактическая. В преддверии Международного женского дня сотрудникам полиции вручаются цветы во всех районах нашего города, а также в области. Дарить дамам цветы полицейские начали заранее. И в ближайшие два дня эта акция станет масштабней. Поздравлять женщин правоохранители будут во всех городах и селах Рязанской области. Тем временем сами девушки оказались не промах. В Росгвардии праздник отметили стрелковым турниром, где тоже участвовали только женщины. Кто улучшил результат, знает Валерий Седов. Расстояние до мишени 25 метров. Первые три выстрела пристрелочные, следующие 10 в зачет. Так в региональном управлении Росгвардии отмечают 8 марта. Турниром по стрельбе среди женщин-сотрудниц. Я считаю, что женщины и стрельба из оружия однозначно совместимы, потому что это вырабатывает внимание, какую-то более ответственность. И в то же время показывает, что в женщине может сочетаться как женственность и доброта, и такое мужское дело. Впервые стрелковый турнир среди женщин провели год назад. Девушкам на рубеже понравилось, поэтому решили повторить. И сделать эту спортивную перестрелку традиционной. Евгения Панова своим прошлым результатом осталась недовольна. Весь год усиленно тренировалась, чтобы сегодня показать лучший результат. Планку для себя лично подняла. Однако до победы не хватило совсем чуть-чуть. В следующем году тоже хочу участвовать. Буду готовиться усердно весь год и, надеюсь, займу какое-нибудь победное место. Итог чемпионата действительно удивил. Как судей, так и участниц. Лучшим стрелком стала бухгалтер финансово-экономического отделения регионального управления Росгвардии Юлия Беляева. Но все же без награды в преддверии праздника 8 марта никто не ушел. Победительницам и призерам соревнований вручили кубки, грамоты и цветы. Что же касается гражданского оружия, то сотрудники Росгвардии напоминают о его добровольной сдаче, причем на возмездной основе. На территории Рязанской области продолжает действовать программа профилактика правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций. И у каждой единицы огнестрела есть, можно сказать, своя цена. В сейфе три гладкоствольных ружья и два пистолета. Если считать в деньгах, это суммарно 28 тысяч рублей. Плюс 5 тысяч еще за один гладкоствол, который убрал сотрудник Росгвардии. Чеки здесь вряд ли получишь, это все-таки не прямая продажа. Но размер вознаграждения за добровольно сданное оружие вполне сносный. С одной важной оговоркой. Оружие хранилось незаконно. В каждом сейфе разные виды огнестрела. Правда, здесь мы немного схитрили. В сейфе то оружие, которое сдали на хранение. А непосредственно те ружья, которые рязанцы сдали за вознаграждение, лежат отдельно. В ячейках, которые похожи скорее на банковские. Прайзы пистолета-револьвер 6,5 тысяч за штуку. Нарезное ружье 7. Дешевле всего патроны по 15 рублей за пулю. Автоматическое оружие дороже. Вознаграждение доходит до 15 тысяч рублей. Важное дополнение. При добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия человек освобождается от уголовной и административной ответственности. Великим чином освящения храма завершились несколько лет работ по росписи и благоукрашению церкви в честь иконы Божьей Матери Всецарицы в Рязани. Освящение, затем божественную литургию совершил митрополит Рязанский Михайловский Марк. История этого храма началась еще 15 лет назад. Тогда это было небольшое помещение в одном из медкорпусов на территории больницы имени Семашко. Это, говорит настоятель храма, стандартная практика конца 90-х, начала нулевых. Люди собирались в одной из бывших палат, чтобы попросить Бога об исцелении. И вот с одной маленькой комнатки началось. Сначала это долгое время был храм в корпусе, одном из корпусов больницы. А потом было выделено вот это место, историческое место. Здесь была часовня раньше. И вот долгими, сложными годами, перипетиями, не без проблем строился храм, но милостью Божией он воздвигнут, и он призывает всех для молитвы и для радости во Христе. Возведение тоже заслуживает отдельного упоминания. Раньше здесь стояла часовня в честь святителя Николая. Ее разрушили в 30-е годы прошлого века. Но об этом узнали только при строительстве. Фрагменты часовни обнаружили при рытье котлована под фундамент. В 2017 году митрополит Марк малым чином осветил храм в честь иконы Божией Матери Всецарица. Сейчас проходит освящение уже великим чином. Настоятель храма Павел Коньков говорит, что событие это эпохальное, как и для летописи храма, так и для города в целом, потому что такое бывает только раз. И сейчас, как и шесть лет назад, прихожане, преимущественно пациенты и врачи больницы. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Нам, служителям и сотрудникам храма, нравится сравнивать его с ювелирным украшением. Оно маленькое, но каждая грань, она ясна. И вот здесь мы боремся за каждый миллиметр. В алтаре мы, когда устраивали и престол, и необходимую всякую мебель алтаря, мы действительно думали по пять сантиметров, как нам их интегрировать, для того, чтобы все было ровно и аккуратно. Новый храм построен в традициях архитектуры 12-13 веков. Посвящен он иконе Божией Матери Всецарица. В истории ее связывают с чудесными исцелениями. Самое главное, что в храме, в любом храме, пока он стоит, пока в нем совершается богослужение, творится молитва о всех создателях святого храма сего. И вот это есть главная благодарность, которую получает любой человек, причастный к созиданию Дома Божия. Помимо служения, община храма иконы Божией Матери Всецарица проявляет и социальную активность. Здесь работает воскресная школа, классы, иконописи, проводятся молодежные встречи и евангельские беседы. Ведь, как сказал митрополит Марк, главное здесь все же люди, без которых этого храма и не было бы. В начале первого весеннего месяца в экспозиционном зале библиотеки начала работу выставка «Цветы, цветы, цветы», на которой представлены работы рязанских художниц и мастериц народных промыслов. Главная тема выставки – красота. Творческое объединение «Рязанские Мадонны» родилось в 2009 году. И по сей день выставочные проекты от мастериц региона радуют своим разнообразием и многогранностью. Каждый год в начале марта женщины Рязани и области объединяют свои работы в одном пространстве – библиотеке Горького, колыбели Рязанских Мадонн. Участники этой выставки – женщины-художники Рязани. Профессиональные творческие силы Рязанской организации Союза художников и других союзов. Мы уже много лет, как говорится, вот такое негласное объединение «Рязанские Мадонны» существует уже более 10 лет. А на площадке библиотеки Горького в рамках регионального фестиваля «Союза женщин России» библиотеки Горького «Рязанские Мадонны» мы ежегодно весной делаем вот такие выставки. Весна пробуждает желание жить и любить. Распускаются почки, из-под снега пробиваются первые цветы, деревья облачаются в зеленые одежды, повсюду слышится пение птиц. Но пока до этих моментов все еще далеко и за окнами сердятся последние метели, Рязанские Мадонны решили заполнить цветами колы библиотеки. После зимы, в начале весны, вот, хочется и радости, хочется какого-то обновления, надежды. И вообще цветы в себе очень много несут символики, вот, и значения, это и цветы радости, и цветы любви, и цветы победы, цветы надежды, памяти. То есть цветы, они, в общем-то, везде и всегда есть. Выставка «Цветы, цветы, цветы» приглашает всех желающих на праздник красоты, воспетый в разных видах и жанрах искусства. Это и Михайловское кружево от знаменитых художниц Ирины Копытиной и Татьяны Пресновой, и малые формы от заслуженного скульптора Раисы Лысениной, и акварели от Людмилы Пронкиной, хорошо знакомые нашим телезрителям по репортажам о детской студии «Калибри». Цветы, какими их видят и желают зафиксировать самые разные творческие женщины региона. В общей сложности 38 авторов. До 3 апреля в библиотеке. Непременно приходите за вдохновением и весной. На этом у меня все новости к настоящему часу. До свидания. Индоскопия в клинике «Семейная» стала более комфортной и безопасной. Колоноскопия, гастроскопия и удаление полипов во сне на современном цифровом оборудовании. Исследования и консультации по лечению желудочно-кишечного тракта проводят врачи экспертного уровня и кандидаты медицинских наук. Редактор субтитров А.Семкин